Доброе утро, мои хорошие! Я только что проснулась, время 7 часов утра, прямо на улице только начался рассвет. Вот, сегодня очень много дел, я решила поснимать много материала, поэтому надо вставать пораньше. Многие, кстати, спрашивают, думают, что я увеличила губы. На самом деле нет, это отек, у меня вообще все лицо опухлое, это из-за тех препаратов, которые я принимаю. У них есть огромный просто спектр побочных действий, и вот один из этих побочных действий, это то, что я отекаю. Вот, это, кстати, не единственный минус этих препаратов, но я все равно продолжаю принимать, чтобы улучшить состояние своей кожи. Сейчас я без макияжа, кстати, но у меня все проблемы на щеках, поэтому я волосами вот так вот все это дело закрываю. Я прям в постели делаю мейк, взяла эту палетку, и как вы думаете, кто меня сопровождает, сидит у меня на коленочках и мурлычет. Так, я уже с легким вот таким вот макияжем, сейчас буду снимать для вас мукбанг. Я заказала осьминогов маленьких, 10 штук, и сначала, если честно, я подумала, а смогу ли я съесть 10 осьминогов за раз? Ну, оказалось, что они настолько маленькие, что это ужас какой-то. Сейчас вам покажу, вы будете просто в шоке. Это, наверное, порция на Твикса. Вот, ребят, все, что я купила. Огромная порция. Да, вот моя ладошка, а это все, что мне привезли. Я думала, что я просто буду кушать осьминогов, но теперь понимаю, что что-то к этому нужно еще сделать. Сейчас будем делать картошку фри, баклажаны жарить, что-то, чтобы рядом было, а то так это вообще очень мало. Что делает этот хулиган? Вы просто посмотрите, вы просто посмотрите, вот что он делает. И самое главное, зачем ты это делаешь? Просто непонятно. Открывает этот ящик и забирается сюда. Так, мои хорошие, я прибралась немножко в комнате. Сейчас собираюсь пойти в магазин, прикупить продуктов именно для мукбангов. Мама вчера сходила и купила все, что ей нужно. И она, кстати, спросила меня, говорит, что тебе нужно для мукбанга? Я все равно иду в магазин. Но для меня самое главное, наверное, в съемках мукбанга, это пойти в магазин, когда у меня появляются новые идеи, стоять около прилавков и целый час думать, чего же у меня не было, что же интересное можно снять. Я вот хожу по магазину туда-сюда, 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 и целый час думаю, что же такое интересненькое можно намутить на мукбанге. Поэтому сейчас мы с вами направляемся в Браво, который находится очень близко к моему дому. Недавно открылся этот филиал, и будем закупаться всякими вкусняшками именно для мукбангов. Ну все, готова выходить из дома. Мама сказала, что я похожа на идиотку. В таком прикиде, но мне, если честно, нравится. А это самое главное. Еще что хотела вам рассказать, кстати. Мы на улицу выходим только с разрешением. Каждый день ты имеешь право выходить на улицу всего на 3 часа. И обязательно должен получить смс. Смс приходит в течение 15 минут. В противном случае, если тебя спалят на улице, то ты получаешь штраф в размере 5000 рублей. Наши это 100 монат. Поэтому я всегда отправляю смс, несмотря на то, что я просто спускаюсь вниз, буквально, не знаю, на 200 метров подальше от своего дома. Все равно не рискую. Зачем? Оказывается, на улице был дождик. Погода просто пушка. Не холодно. Нисколько даже не скажешь, что конец декабря. Снега нету. Это не свойственно Баку. В Баку бывает либо очень сильный ветер, либо дождик. Но снега точно не бывает. Так что в этом плане мы прям кайкуем. Я надела эту куртку, и мама сразу такая, тебе будет холодно. Я говорю, зачем приучать свой организм постоянно быть в теплоте? Наоборот, надо как-то закаляться. Зашла в магазин. Четыре штуки стоят один монат. Не знаю, брать, не брать, потому что я этого бренда никогда не пробовала. Вот такие вот маски от Гарнир. Всегда подруги советуют. Хочу сегодня попробовать. Правда, не черный, а какой-то из этих. Наполнитель, который я всегда покупаю для Твикс, его нету. Там тоже написано том, только он в другой упаковке. Вот, экспериментировать не хочу. Брать другие. Есть какой-то вот такой непонятный. Вот, к сожалению, нет. У нас очень быстро уходит вот такая упаковка. Буквально, наверное, дней за 15. У нас просто лоточек очень большой. И он туда пару раз напитает. Все, мы меняем. Для Твикса думаю взять вот такую вот кильку. Не знаю, можно ему или нет. Но открытики он просто сходит с ума. Поэтому думаю, что ему понравится. А себе вот эти вот креветочки. Здесь, кстати, есть вот такие новогодние подарки. Очень красиво смотрятся. Нам в детстве в школе дарили такие подарки. Вот цену. Посмотрите, какой миниатюрный утюг я нашла. Стоит всего 25 монат. Мне кажется, тревел-вариант взял и поехал куда-то со своим утюгом. Не знаю, как работает, но выглядит отлично. Гляньте, какие интересные новогодние стаканчики здесь есть. А вот этот с оленем вообще бомба. Ну, стоит дорого. 6 монат. Еще со снеговиком. Ну все, я уже закупилась. Как всегда, карта памяти меня подводит. Как же меня достала эта карта памяти. Я снимаю, снимаю, и вдруг у меня на экране пишется, что карта заблокирована. Не знаю, заснялось ли то, что я снимала там в Браво, но надеюсь, что да. А то сегодня влог не получится. Твикс уже учуял, что что-то вкусненькое я купила. Я купила себе вот такую вот метелярку в большом объеме. Она стоила дешевле, чем везде, поэтому решила взять. Дальше. Для моего сына купила вот такой вот киттикет. Большую упаковку, чтобы хватило ему где-то на месяц. Вот. Еще для Твикса взяла вот такую вот кильку. Она потрясающе просто ароматно пахнет. Гляньте. Это копченая килька. Надеюсь, что он будет в восторге. Будем миксовать, будем кушать разное. Себе взяла такую масочку от Горнет. Дальше. Никогда не пробовал, но решила взять на свой риск. Страх и риск, так скажем. Вот такую вот штуку. Это такой пирог. Хотя мне в комментариях в инстаграме всегда писали девчонки, что если пирог хранится так долго в герметичной упаковке, значит в нем очень много консервантов. Ну, в общем, попробуем. И взяла такие дорогущие креветки. Они большие, и это, кстати, с глазками специально взяла. Здесь один килограмм как раз для одного мукбанка будет самое то. Смотрите, хулиган уже здесь. Хулиган здесь. Твикс. Малыш, ты унюхал. Малыш понял, что ему что-то купили. Он сразу такой с настроением приходит. Что за непруха и несправедливость. Я, короче, такая самая умная. Ставлю камеру на ригер, или как правильно сказать, одного из заведения. И, в общем, снимаю, как я сдали, иду с пакетами. Такой кадр классный получился. Я хотела ускорить. В общем, я так сдали, типа иду с этими пакетами, иду, иду, иду. То есть, я изначально пришла, поставила камеру, потом вернулась назад. Потому что некому меня снимать со стороны. Поставила камеру, и такая иду, 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 иду. И такой кадр получился. Я такая радостно иду. Вау, что-то новенькое. Дохожу, выключаю камеру, и мне там на экране пишет. Карта заблокирована. Эрор. Я такая. Только бы это сохранилось. Только бы этот шедевральный кадр остался. Пришла домой, смотрю, оказывается, этого кадра нету. А жаль. Ну, как-нибудь один раз я обязательно сниму для вас такой кадр. Я так говорю, как будто я, знаете, там сальто сделала, и не заснялось. Казалось бы, ерунда. Но хочется как-то улучшать влоги, хочется как-то делать их интереснее. К сожалению, я не езжу, не отдыхаю, там, не знаю, за границей. Не покупаю, там, сумочки Louis Vuitton. Но все равно меня смотрят, и это безумно приятно. Что моя скучная обыденная жизнь вам неинтересна. Поэтому хочется что-то менять, как-то улучшать свои влоги. Мы, значит, вот этому красавцу, вот этому вот, решили перетащить его туалет на балкон. Потому что все равно есть какой-то неприятный запах. Да еще и он копает. Хотя его туалет находится в коробке. Я вам сейчас покажу все это дело. Мы решили перетаскать это все дело на балкон. И тут такой момент, я очень переживаю, что он может совершить самоубийство. Точнее, просто упасть с балкона. Как вы думаете? Пишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас случаи, когда котенок просто бросался с балкона. Поэтому я очень сильно переживаю. Вдруг он там прыгнет, что-то произойдет. Вот. Но, наверное, у животных есть какой-то инстинкт самосохранения. Я очень надеюсь, что он такие вещи творить не будет. Его лоточек находится вот в этой коробке. Вот. А коробку мы перетащили сюда. А это вот этот красавчик, который дерется. Вот. Я очень надеюсь, что он не захочет отсюда прыгнуть. Потому что он у нас очень игривый. Читаю комментарии. Все там пишут, у Айки лицо стало еще больше. Опухло лицо, опухли губы. Еще опухли руки, кстати, у меня. Но я предпринимаю меры. Я уже связалась с врачом. И это все мы уберем. Это побочные эффекты, как вы уже поняли, от Ракутана. Вот. Я лечу прыщи, потому что мне уже надоело замазывать прыщи. Я просто несчастна из-за этих прыщей, честно. Я вот смотрю на людей в магазинах, в супермаркетах. Вот сейчас пошла в Браво, увидела там девочку с идеальной кожей. И я не могу сказать, что я ей завидую черной завистью. Я просто так же хочу. Я мечтаю. Вот если у вас, ребят, нету прыщей, вы меня никогда не поймете. Вы не знаете, насколько вы счастливый человек. Ну ладно. Не будем про это. Давайте про что-то более-менее позитивное. Я хочу сегодняшний день, чтобы мой был очень продуктивный. Потому что я встала рано. Вот. И уже сняла одно видео. Сходила в супермаркет. Пришла. Смонтировала это видео. Выложила. Почитала комментарии. Одного человека заблокировала. Который задел меня за самое больное. Да. Ну в общем. Сейчас нужно переодеться и сделать прическу. Хочу какие-то эти хвостики сделать. А потом поснимать для вас интересные прикольные тиктоки. Почему нет? Почему нет? Помните, в тот день я делала порядочек. Как вы видите, он у меня сохранился. Здесь почти что все аккуратненько. Просто здесь спидтвикс. Это не мои проблемы. В общем, не знаю, что надеть. Чтобы выглядело как-то красиво, свежо. В кадре темные какие-то вещи смотрятся ужасно. Поэтому выбираем что-то яркое. А вот это, кстати, мне жалко. Потому что если один раз постирать этот свитер, он просто превратится в какую-то тряпочку. Поэтому я стараюсь его надевать в такие места, где я точно не запачкаюсь. А на мукбанке я ем как свинюшка. Поэтому надо что-то другое думать. В общем, надела эту кофточку. Мне кажется, она просто обалденная. Я даже хотела купить еще одну такую. Там была зеленая. Я покупала в Нью-Йорке. Единственный момент, который меня смущает, это вот эти нитки, которые висят. Причем с этой стороны она оборвалась. И выглядит как-то не очень. А брюки останутся вот эти. Просто потому, что их не видно, слава богу, на мукбанке. А когда я буду снимать тиктоки, я переоденусь. Хотя можно и так. Мне нравится. Дедушка моровался. Вот так вот образ у нас готов. Слегка подправила макияж. Помада. Никс. Хотите, вам покажу? Хотя нет, я в видео вам вроде как показывала. Очень крутая помада. Мне очень нравится помада от Никс. Вот такая вот серия. Она совсем недорогая. Оттенок просто пушка. Он у меня уже заканчивается. Так что скоро пойдет в пустые баночки. Вот так вот я выгляжу. Думаю, что потом буду снимать для вас тиктоки в таком образе. Да, моя сладость. Да, моя радость. Гляньте на него. Вы просто гляньте, как он лежит на его глазке, на его носик. Вам, наверное, надоело. Но я прям не могу. Я его каждое утро тискаю. Прям каждую минуту тискаю. За его попик. За его глазки. За его ушки. Уже на улице темнеет. Я сняла два мукбанка. Не знаю, убралась дома. Сняла один тикток. А теперь время настало. Зайти в прямой эфир в инстаграм. Я вам ссылочку оставлю внизу. Если вам интересны мои прямые эфиры, мои истории, часть моей жизни. Обязательно подписывайтесь. Вот сейчас я выхожу с вами на прямой эфир. Посмотрим, какие вопросы будут. Я вообще люблю сидеть в прямом эфире. Но не всегда, к сожалению, получается. Вот какая я. У меня есть два вот таких вот похожих платья. И я сейчас иду в гости. В гости это как бы громко сказано. Я просто иду в соседний подъезд. Я думаю надеть это или вот это. Но мне больше по душе вот это. Здесь такой ремешочек. Смотрится просто обалденно. А сейчас надену и покажу вам. Вот так вот этот прикид смотрится на мне. Мне нравится. Правда, немножко полнит в области талии. Но ничего, фасончик такой в платье. Посмотрите, какую вкуснятину приготовила мамочка. Мама золотые руки, как пишет в комментариях. В общем, такой апельсиновый чизкейк. Это как правильно будет? Это десерт. Мандариновый. Мандариновый десерт. Это я забираю мамуля в гости, если ты не хочешь. Мама сейчас запакует мне. И я вот не с пустыми руками пойду. Так, все. Я спускаюсь вниз. Надеюсь, что в лифте никто к нам не присоединится. Все, взяла. Пакеты у меня в руках. Иду недалеко. Можно сказать, в подъезд соседний. Из нашего лифта мы перемещаемся в их лифт. Так, я уже пришла. Оказывается, здесь такие вкуснятины приготовила. Парваны сейчас вам покажу. Вы офигеете. Посмотрите, какая прелесть. Рецептаж Парвана. Посмотрите, как классно. Классные формочки. Силиконовые. Я думала, эти силиконовые формочки, они расплавливаются. Вот в этой микроволновке. Ой, в духовке, то есть. Вот такая вот красота. Будем сейчас пить чай. А еще здесь я увидела подружку Твикса. Только она спит. Жаль. Она меня боится, потому что я пахну Твиксом. Ну, прям такие эти стали. Кошатницы. Сонечка. Красавица. Проснулась только что. Гости пришли. Я без Твикса. Не волнуйся. Извини, Твикс. Я увидела здесь красотку. Я уже готова тебе изменять. Жена моего двородного брата начала делать себе гель-лак. Сейчас вам покажу, что у нее есть. Но она только-только начала делать. Но уже у нее хорошо получается. Оставь в покое, котенка. Но она еще тот симулянт, я вам так скажу, сразу мяукает. Я же вам говорила, симулянт. Так, сейчас глянем на лампу. На первый взгляд она офигенная. Сейчас посмотрим. Я, если честно, думала, что у нее лампа попроще будет. Видимо, она новую купила. Такую уже LED-лампу. Я думала, у нее ультрафиолетовая. Ой, как аккуратно все. Ой, какая большая. Гляньте. Дно разъемное у нее, интересно. О, разъемное. Смотрите, сколько светодиодов. Если хотите мощную лампу, вам обязательно нужно брать такую. Вот. Надо узнать, сколько стоила такая лампа. И здесь провод, как обычно, стандартно. Ну, вообще круто. Я, когда вижу у кого-то такие мощные лампы, я все думаю, надо мне тоже купить. Потом я думаю, нет, ну куда же девать старую. Она вроде настолько родная, близкая, дорогая мне. Вот. Но я ее купила, наверное, год. Может, полтора года назад. Я вам даже снимала видео покупки. И там показываю эту лампу. Пока что она работает, работает без перебоя. Все отлично, сушится быстро. Вот. Но когда вижу такую вот красоту, хочется обновить. Я спросила, такая красота стоит 40 монат. Ну, круто. Че? Большая она очень. Меньше было меньше. Меньше на сколько, как у меня. Ты мою видела лампу? Лампу меньше было внутри. Ну вот, да у меня меньше, чем у тебя. У меня 22 светодиода, у тебя намного больше. Очень крутая. Прям профессиональная. Даже такую не надо было тебе брать. Вообще, я не учусь. Ну, правильно. Так, глянем, что еще у нее есть. Масло для кутикулы. Все так аккуратно. Какой красивый цвет. Я его возьму погонять. Нет, шучу. На самом деле, у меня много всего из цветов. Есть такие даже оттенки, которыми я вообще не пользовалась. Вот Сарвана уже начала делать себе коррекцию. Правда, у нее аппарат слабенький. Она его 100 лет назад покупала. Теперь нужно заменить. Но все магазины закрыты. Поэтому фиг знает, где мы заменим. И мой маникюрчик. Сонечка говорит, а почему мои ноготочки вы постригли? Я тоже девочка. А ваши вы делаете маникюрчик, покрытие. Я тоже хочу. Видите, куда залезла красотка. Лепота. Гляньте, какая елка у меня у двойного брата дома. Молодец, брательник. Что сказать? Ты ее приподнял, да? Как будто болит, да? Девчонки, гляньте, что я здесь нашла. Правда, здесь не видно вам. Но здесь такие крупные классные блестки. В следующий раз, когда я буду делать коррекцию первонам, жди. Я заберу у тебя этот цвет. Сделаю себе коррекцию. Но пока что у меня ноготи нормально держатся. Но где-то через месяц я приду. Так что жди. Жду. В гостях так особо не снимала. Меня что-то очень жестко прям. Почему так мигает камера? Короче, меня прет на сон. Так хочется спать. Это прям нечто. Пойду домой. И все. Баеньки. Устала. Сегодня рано встала. Как вы поняли, я уже дома. Я почему-то очень сильно устала. Мне прям хочется спать. Посмотрите на мои глаза. Они очень усталые. Еще на прическу просто уже давит этот хвостик. На нервы действует. Пришла домой, обняла Твикса. Попила чаечек домашний. Он все-таки другой. Сейчас уже буду смывать макияж. Не знаю, сколько она сняла. В инстаграме я вам выложила историю, что типа влог будет 30 минут. Но, видимо, нифига. Либо мне сейчас надо минут 15 просто сидя болтать. Не знаю, сколько материала она сняла. Надеюсь, что вам понравится. Я очень устала. Время 11. Я столько всего сделала. Супер продуктивный день. Сняла ТикТок, сняла 3 видео Мукбанг для Ютуба. Так что я молочина, я думаю. Завтра в том же темпе.